Конечно, может быть, у нас сегодня не все получится, но я надеюсь, что мы справимся, потому что мы хотим попробовать голосование, и поэтому мой доклад будет очень короткий в преддверии тех, мне кажется, очень интересных клинических случаев, которые я предлагаю вам сегодня пообследовать. Вместо компьютерной томографии группной полости у новорожденных и детей раннего возраста. На самом деле не только мы задумываемся об этом, но и наши зарубежные коллеги, когда, кому и зачем делать компьютерную томографию. И если вы посмотрите на выводы, то, конечно, когда мы выполняем компьютерную томографию, но я сегодня просто в силу времени не буду говорить о том, что это большая лучевая нагрузка, что это педиатрические протоколы, и что мы осознаем ту степень ответственности, что мы должны, если мы уже берем это исследование и делать, то мы должны и, соответственно, дать ответы. Поэтому компьютерная томография уже выполняется только тогда, когда результаты КТ могут, ожидаемые результаты, оказать непосредственное влияние на клиническое лечение, на представление о том или ином патологическом процессе. И на самом деле, вот, сурбежные исследователи говорят, что, конечно, все это требует дополнительного исследования. Вот так непросто иногда нам привести ребеночка для выполнения компьютерной томографии, это КВС, это искусственная вентиляция. Мы, безусловно, не делаем ИБЛ для того, чтобы сделать исследование, но из отделений реанимации новорожденных порой привозят к нам детей, именно находящихся на искусственной вентиляции. Поэтому исследование обязательно должно соответствовать той цели, которую мы ставим. Что же делать? ИКТ или КТ-ангиография? Почему так принципиально у маленьких детей? Потому что, безусловно, когда мы вводим контрастное вещество, я тоже буду об этом говорить, дети реагируют на такое введение. Особенности, ну, буквально несколько слов. Мы знаем, что у любого ребенка, даже доношенного, после рождения Альбеллы еще недоразвитые. Их как минимум в 5-6 раз меньше, они имеют неправильную щелевидную форму, и поэтому даже если у него достаточно сурфактата, они все равно имеют свойство спадаться. А при этом межуточная ткань очень рыхлая, она легко вытекает, и отсюда, конечно, вся наша клиническая и рентгенологическая картина. До 8 лет идет развитие рентгенологической ткани, и поэтому увеличивается количество генерации Альбеллы, площади Альбелл. И, соответственно, если мы рано скорректируем ту или иную ситуацию, мы имеем возможность получить полное выздоровление. Кровеносных сосудов очень много, и мы при компьютерной томографии видим так называемую яркую картину, то есть сосудистый рисунок представлен практически сосудом. И очень много бывает в супервальных отделах вот таких вот очагово-подобных теней. Мы знаем про них при рентгеновском исследовании, а при компьютерной томографии мы их можем увидеть. Что нам поможет? Мы можем сделать МИП, сложить и убедиться, что это именно сосуды, а не очаги рядом, потому что, к сожалению, у малышей мы тоже с такой патологией, бывает, встречаемся. Следующая ситуация – это, конечно, бронхитрахея. Они достаточно мягкие, хрящевые кольца, они очень податливые, они легко сдавливаются, и поэтому в положении лежа на спине, а уж тем более если это наркоз, мы практически всегда видим вот эти достаточно симметричные зоны гиповентиляции в задних сегментах. Как правило, это шестой-десятый сегменты нижних дарей, и не стоит путать их с воспалительной инфекцией, не стоит оценивать это как понимание. Вилочковая железа тоже, конечно, очень вариабельна, и, конечно, имеются определенные особенности. Буквально два слова. На сегодняшний день, вы видите, считается, что это вариант нормы. И если нет отягочающих симптомов, то мы расцениваем увеличение вилочковой железы как конституциональную тимоникалию. То есть помните, было время, когда мы по степеням писали увеличение вилочковой железы третьей степени, четвертой. На сегодняшний день у детей до года это не имеет клинического значения, потому что доказано, что она не сдавливает трахею, соответственно, не оказывает такого объемного воздействия. Ну вот, мы видим средостение. Как мы уже увидели на слайде, клетчатки нет. Где что? Как мы это дифференцируем? Безусловно, мы будем вводить контрастное вещество. Вот мы его ввели, и мы видим, что вот это образование, ретраковально, оно имеет все характеристики, которые есть у вилочковой железы. И на реформациях мы вот это вот все видим. То есть такая типично расположенная вилочковая железа, которая симулировала нам мифроденопатию. Конечно, когда мы говорим о маленьких детях, тем более об оценке структур средостения, мы всегда говорим о том, что мы должны использовать контрастирование. Что очень важно. Наши анестезиологи, они говорят, пункция вены тонкой иглы не гуманна. То есть мы должны установить катетер максимального диаметра, который мы можем использовать. Потому что, несмотря на то, что мы греем контрастное вещество, мы оцениваем балансированность вязкости, осмолярности, гидрофильности. Чем больше диаметр катетера, тем больше у нас возможностей в использовании скорости. То есть тем больше мы можем выставить скорость, тем лучше мы получим изображение. Ну вот были проведены сравнения на самом деле вязкости различных контрастных веществ, потому что, конечно, она замедляет нам наше исследование. Осмолярность контрастных веществ вызывает, безусловно, побочные эффекты. И вот эти физиологические побочные эффекты, в первую очередь, связаны с тем, что любой ребенок всегда реагирует на введение контрастного препарата. Поэтому нам, конечно, следует об этом помнить. И если мы предполагаем выполнение КТ-ангиографии, МСКТ-ангиографии, мы должны понимать, что это исследование будет выполняться под наркозом в любом случае. Жидкостный сдвиг. Дети очень чувствительны, в отличие от взрослых, к увеличению объема крови, тем более новорожденные дети. Поэтому расчет объема контрастного вещества, конечно, мы делаем с опаской. Сейчас, если когда-то, на самом деле мы вводили даже 3 мл на килограмм, и не боялись, потому что при весе 3 кг – это 9 мл. Но сейчас мы уходим и на 2, и даже меньше, потому что, имея хорошего диаметра катетер, хорошую скорость, мы можем получить достаточную информацию и при меньшем объеме. Ну и, конечно, из-за осмолярных контрастных веществ, которые осмолярность приближена к крови, они дают на очень хороший эффект. Ну вот такие вот еще варианты. Посмотрите, вроде бы мы видим зону пониженной воздушности, но если здесь они, как мы говорили, симметричны с двух сторон задних сегментов, то здесь они расположены совершенно по-другому. Это пара медиастинальная, это средняя доля язычковые сегменты, то есть здесь совершенно классическая картина нейроэндокринных гиперплазий на динцах клеток нейроэндокринных, а наверху это просто обычные изменения, тем более у данного ребеночка еще имеется и бронхогенная киста. Ну и вот мне хотелось сказать, что помимо того, что мы должны знать норму и патологию, мы еще, конечно, должны понимать, какая патология может встретиться у того или иного ребенка, потому что вот в данном случае вы видите совершенно неправильно, описано все было хорошо, но вот эти изменения, вот эта специальная амфизема была расценена как бронхоэктазы, чего, безусловно, никак не может быть у 14-суточного ребенка, который находится на носовых конюлях, у которого есть дыхательная недостаточность, и который переносит, безусловно, деспираторный дистресс-синдром, осложнившийся синдромом утечки воздуха. Здесь же есть воздух и в плевральной полости, и такая острая интерстициальная амфизема, которая ушла при подборе калометерапии. А изначально хирурги, например, вообще сказали, что, ой, это, наверное, опухоль, ну не опухоль, это, наверное, кислотно-гломатоидная информация, которая осложнилась пневматологсом, надо оперировать, нет, надо правильно лечить, и тогда будет вот такой результат. Поэтому в заключение мне хочется сказать, что, конечно, у малышей это все равно нестандартное исследование, поэтому каждый раз, когда мы готовимся к такому исследованию, мы должны предварительно обсудить с врачами, что они хотят от нашего исследования. Это будет только легочная ткань, это будет сведостение, это, может быть, будет сосуды, может быть, это сочетанный порог сердца и легких, и тогда совсем другой подход. Если мы все это будем учитывать в своей работе, наше исследование будет отвечать на все вопросы, которые нам задают лечащие врачи. Ну, мне хочется пригласить вас, у нас 31 мая в нашей больнице будет конференция, в рамках празднования 40-летия больницы, поэтому вы, кто сможет, приходите. Мы будем очень рады вас видеть, и я думаю, что это будет очень интересно. А у меня вопрос к вам. А кто делает компьютерную томографию Новорождьевым с присутствием в зале? Руки поднять. И все. Антаря Александровна, тогда у меня совсем маленький вопрос. А ультразвук? Вот ультразвук в сочетании с компьютерной томографией или до компьютерной томографии. Это нужно, это не нужно, это имеет значение для определения показаний компьютерной томографии. Я не говорю о рентгенском синтеке, именно ультразвук. Зачем он нужен в такой ситуации или не нужен? Ну, ультразвук, безусловно, нужен. Безусловно. Потому что очень много ситуаций, когда ультразвук может, опять же, очень операторозависимый метод, но в некоторых случаях мы видим, ну, допустим, видим какое-то образование в левральной полости, и отчетливо видим при доплерографии кровоток. И мы понимаем, учитывая данные принотального УЗИ, то есть даже вам написали, что это кистульно-номаториная информация, мы понимаем, что это секрестрация. И тогда мы не будем вот сейчас прямо в несколько часов жизни ребенку делать, или там несколько суток жизни, мы не будем делать КТ-ангиографию. Мы подождем, мы понаблюдаем, и потому что если хирурги не хотят сразу оперировать, то мы понаблюдаем за этим ребенком, и потом уже сделаем это экспертное исследование. Это раз. Вторая ситуация – воспалительные процессы. Ну, понятно, жидкость клевральной полости и оценка левральной ткани, если там есть уплотнение, мы прекрасно это можем видеть. Мы можем тоже увидеть зоны пониженной, ну, измененного эхо-сигнала, то есть соответствующей может быть деструкции. То есть я, например, считаю, просто я сама не владею ультразвуком, но я преклоняюсь перед теми людьми, которые все это видят. Но есть определенные трудности в клиниках, потому что хирурги детские и, к сожалению, даже педиатры, хотя они вроде больше читают, они все равно ориентированы больше на такие методы твердые. Вот рентгеновский снимок, им очень нравится. Теперь это компьютерная томография. А ультразвук – это в их понятии такое вот расплывчатое, потому что, к сожалению, у нас бывают ситуации, когда нам говорят, надо сделать компьютерную томографию ребенку, мы говорим, поиск какого-то объемного образования, мы говорим, так на ультразвуке ничего нет. Они говорят, да, при ультразвуковом ничего исследовании не выявлено. Но помните, два месяца назад была такая же ситуация, вы сделали компьютерную томографию и нашли.